Здравствуйте! На нашем телеканале «Время новостей» и я, Евгений Немефанов. Смотрите сейчас. Перспектива озера. Где найдут деньги? Риск остеопороза. А как победить болезнь? Секрет соблистки. Кто показал технику? Итак, уникальное озеро в Омске, где живут андатры и куда прилетают утки, преобразят после просьб жителей. Озеро под народным названием «Кирпичка» вносят в федеральную программу по благоустройству территорий. Навести порядок там планируют уже в следующем году. Ну а сегодня открыт сбор предложений от жителей Кировского округа. Моя коллега Ксения Бесараб побывала на такой встрече. С озера постоянный был ручей, который ходил в артуре. Николай Тютерев познакомился с «Кирпичкой» в 1973 году. Мужчина работал начальником насосной станции канализации. Говорит, что в озеро стекались все талые воды с немецкого поселка и аэродрома. И водоем очищался сам. А сейчас перед благоустройством территории пруд должен вычистить человек. Те ключи, которые находятся в этом озере, для того, чтобы они начали работать в полную силу. Ну и естественно заняться тогда уже в последующем весной канализацией, по которой она должна уходить, ливневку все это очищать, приводить в порядок. Но первое надо провести изыскательские работы по самому озеру, для того, чтобы определиться, где 11 метров. Потому что были такие данные, что и 11 метров в глубине есть, и меньше, и есть. Вот все это надо выяснить. Каким образом и как ее чистить. Водоем в народе называют Кирпичкой. Откуда пошло название, никто не знает. Информации нет даже в архивах. Но старожилы рассказывают, что в 60-х годах на этом месте бывший кирпичный завод добывал глину. Так местные и прозвали Котлован. Сейчас жители собирают подписи за официальное наименование. Сейчас нам надо решить, какое бы хорошее, благозвучное название было у этого озера. То есть, чтобы радовало не только нас, но и будущее поколение, молодые жители нашего микрорайона, тоже с благодарностью и с любовью относились к данному озеру. Водоем хотели преобразить еще в 2012 году. Тогда даже успели подготовить дизайн-проект. Правда, на этой бумаге все и закончилось. Денег на благоустройство власть не нашла. Все это время жители своими силами проводят на озере субботники. Общественники нового города помогают кировчанам в уборке. А недавно жители выступили на комитете гурсовета. Депутаты поддержали идею – озеро нужно облагородить. А как, спрашивать будут у самих горожан на встречах. Мы можем предложить, мы можем разработать, можем сделать. Но вообще жители должны знать, как это сделать и как им удобнее и прекраснее. Потому что сквер-авиаторов, вот рядышком здесь, встречались и до того, когда мы проводили обсуждение этого объекта. И всегда приходили, когда этот объект строился. Ну и я надеюсь, что меня поддержат. По-моему, наш объект получился вместе с вами прекрасным, красивым и достойным. В марте нынешнего года жители выбирали, какие объекты нужно благоустроить по программе формирования комфортной городской среды. За озеро проголосовали 26 592 человека. Пруд занял второе место из 15. Озеро «Бысь» заявил жителям глава Кировского округа. Объект уже запланировали. Бюджет 2019 года. А сейчас стоит определиться, с чего начать благоустройство. И стоит ли переименовывать водоем. Ведь название «Кирпичка» придумал сам народ. Перед ремонтом представители власти еще не раз встретятся с жителями, чтобы обсудить эти важные вопросы. Синяя Бесарапа, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Ну и вот пока одни жители только обсуждают благоустройство этого озера, другие уже приводят его в порядок. Причем прямо сейчас водоем уже покрылся льдом, и местные стали расчищать площадку для катаний и игр в хоккей. Так озеро каждую зиму превращается в снежный комплекс. По выходным здесь собирается вся кировская детвора. Катаются на коньках, тюбингах и санках. Вот уже 10 зим подряд за естественным ледовым катком следят общественники из нового города. Чистить снег на озере выходят и сами местные жители. Выхожу, чтобы детям заняться, внуки. Внуков каждый день вывожу на свежий воздух, чтобы меньше в компьютере сидели. И самому, сам на пенсии, самому для здоровья полезно. Ежедневно выходим после школы. Ну не лень он трудится для других? Не, 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 не. Насчет этого я даже внимания не обращаю. Сам, сколько есть здоровья, помогаю. Может кто и поможет. Еще вот Семенович у нас ежедневно приходит. А вот героям нашего следующего сюжета выходить на лед рискованно. Практически каждый третий перелом происходит из-за остеопороза. Это прогрессирующее заболевание, при котором снижается плотность костей. Чаще всего оно встречается у женщин старшего возраста. Все дело в гормональных сдвигах. В мире на проблему обратили внимание чуть больше 20 лет назад, а в России совсем недавно. И сегодня в Омске проводят первую конференцию, на которой только и говорят об остеопорозе. Денис Ионов встретился с пациентами и с врачами. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Это фраза из мультфильма еще 1973 года. Но пить молоко и употреблять молокосодержащие продукты все так же важно и в 2018 году. Ведь в этих продуктах содержатся кальций и витамин Д, которые повышают прочность кости. Иначе не избежать остеопороза, заболевания, которое приводит к снижению плотности и увеличению риска перелома. Рисунки на конференции врачей – сигнал того, что профилактировать возрастное заболевание лучше с детства. Исследование, которое провели на московских подростках, показало катастрофическую нехватку витамина Д. Об этом в своем докладе по остеопорозу упомянула руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов столичного института ревматологии. Финансирование этой проблемы, оно, к сожалению, запаздывает. Ведь дело вот в чем. Нет одного врача, который бы занимался остеопорозом. Его никакой специальности не прикрепишь. Этой проблемой занимаются врачи абсолютно любых специальностей. Это эндокринологи, ревматологи, хирурги-ортопеды. И можно перечислять всех. Понимаете? Поэтому здесь вот как бы, ну, всплески такие есть региональные, чему я очень рада. Под всплесками Людмила Ивановна подразумевает и эту конференцию, и появившиеся в Омске центры школы остеопороза, на которых больным объясняют, как жить, если кости чуть что могут сломаться. Вот эта рука у меня трижды ломанная. И регулярно в какие-то промежутки времени. Вот в прошлом году я сломала ее в марте месяце. До сих пор еще у меня аукается. Другую руку Тамара Павловна тоже ломала. Но диагноз остеопороз после проведенных обследований поставили в прошлом году. Пациенты попадают к специалистной поиске опороза, к ревматологам, к докторам. Порой уже очень поздно. Порой тогда, когда перелом уже случился. Для многих людей это первый и единственный признак того, что остеопороз есть. Другие люди замечают, что они становятся ниже роста. Снижение роста это тоже снижение. Они говорят о том, что снижается минеральная плотность кости, позвонки становятся плоскими, рост снижается. Тоже признак остеопороза. Еще есть пациенты, которые длительное время лечатся у неврологов по поводу боли в спине. Пока случайно при каком-то обследовании выявляется клиновидная деформация позвонков, перелом позвонков. Это все вот такие скрытые клинические проявления остеопороза. Остеопороз лечится. Лечение долгое, признают врачи. И стаканом молока болезнь не победить. Нужны препараты, которые повышают плотность костей. Тамара Павловна уже прошла курс, продолжает принимать таблетки. Дома выполняет специальные упражнения. Ведь так укрепляется мышечная система, улучшается питание костей. Ну и, конечно, нужно вести здоровый образ жизни. Я, например, по жизни вообще всегда спортивный человек. Я сейчас, то есть Тамара Николаевна посоветовала заниматься, да и я и занималась. Постоянно я делаю утром зарядку. То есть нужно дружить с физкультурой, нужно питание. То есть побольше кальция, чтобы было в продуктах. Чтобы, ну и, я летом на солнце бывает. Особенно зимой нужно смотреть под ноги, подсказывает еще одна пациентка этого центра. На улице иду, руки вот так вот, чтобы, не дай бог, что-то куда-то, чтобы не упала. Я просто не хожу. На низком хожу, ходила на шпильках, теперь на низком. Безвыходное положение. Нормально жить можно. Постоянно сдаю анализы все. Я слежу. Не врачи следят за моим здоровьем, а я слежу. И лучше начать это делать, теперь уже говорят и сами пациенты, и врачи, как можно раньше. Больше кальция в продуктах и курсами пропивать витамин D. А уже сейчас для терапевтов разрабатывают специальные опросники, чтобы как можно раньше выявить остеопороз, а не когда случился перелом. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, Юрий Дорошенко. Антенна 7. К другим темам дня большие вопросы вызывает новая редакция скандального постановления номер 108. Оно предписывало с 2015 года увеличить стоимость аренды земельных участков в несколько раз. Однако предпринимателям Омска удалось его оспорить в Верховном суде России. И вот новые поправки на этой неделе представили чиновники Министерства имущественных отношений. Так, вместо рыночной стоимости земельного участка предлагается выполнять расчет арендной платы за земельные участки на основании их кадастровой стоимости с применением экономически обоснованных коэффициентов. Однако для бизнесменов и эти новшества являются спорными. Депутат Валерий Кокорин обращает внимание, что кадастровая стоимость земельных участков регулярно пересматривается в сторону увеличения. По его мнению, это не объективно. Я цитирую. «Рьяные чиновники продолжают искать средства для наполнения бюджета всеми путями без адекватной оценки последствий своих действий. Нельзя помочь одним, разоряя других. А разоряя бизнес, нельзя ждать многомиллионных инвестиций. Деловая активность не возросла, число заказов на предприятиях не увеличилось, доходы организаций и граждан не выросли». Конец цитаты. Очевидно, впереди новые обсуждения, а теперь уже новых поправок. В Омске подводят итоги года добровольца. В течение двух дней 600 добровольцев из Омской области и регионов Сибири участвуют в форуме ОМГТУ «Территория добра». Этот проект четыре месяца назад запустил Омский государственный технический университет при поддержке Росмолодежи. Волонтерство сложно назвать работой, но и эта деятельность требует массу навыков. Екатерина Буцик приехала на форум из Томска. Считает, что мастер-класс по технологии постановки и сбора обратной связи будет очень полезен в будущем. «Классно, что свободный формат. То есть нет такого, что ты должен что-то сделать, какие-то рамки. Тут их нет. Это хорошо». Заниматься добровольчеством не так-то легко, считают организаторы форума ОМГТУ «Территория добра». Поэтому тренинги, мастер-классы и практические занятия будут полезны для волонтеров. 600 добровольцев со всей Сибири смогли обменяться здесь опытом и получить новые знания. «Важно расти личностно, важно развиваться, уметь выстраивать взаимоотношения, коммуникацию с органами власти, с участниками, с другими потенциальными волонтерами, не привлекать их к себе. Поэтому для этого нужно иметь определенный багаж компетенций, знаний, опыта. И благодаря таким образовательным проектам мы эти компетенции и навыки прививаем нашим волонтерам». Сейчас в Техническом университете успешно работают две крупные добровольческие организации – «Волонтеры Победы» и «Волонтерский корпус Победы». «Волонтерство – это же очень простая с одной стороны вещь, но с другой стороны чрезвычайно важная, поскольку это люди, которые добровольно что-то делают. Ну, грубо говоря, подмел дорожку уже хорошо. Так ведь? Если каждый из нас будет это делать, ну, жизнь станет нам, наверное, немножко лучше. Они занимаются другими вещами, более сложными, скажем так. Но, тем не менее, сама идеология, добровольность в добрых делах – это очень важно. И наш РУС с удовольствием принимает в этом участие». На праздничном концерте лучших добровольцев Омской области наградили благодарственными письмами. Здесь же подвели итоги года «Волонтера». Бульвар Мартынова торжественно открыли, а проектная документация до сих пор не готова. Скандальная ситуация стала известна в ходе заседания в мэрии. Оксана Фадина пообещала наказать подрядчика за проволочки. До сих пор на бульваре ведут работы, там сейчас укладывают террасную доску. Строители уверяют, что ни мороз, ни смех, ни снег им не помеха. Затянули сроки сдачи и в других округах города, и всего на благоустройство и ремонт дворовых территорий. Из федерального, областного и городского бюджетов впервые в этом десятилетии выделили свыше 168 миллионов рублей. Мэр призвала в следующем году учесть ошибки года нынешнего. Нас ждут определенные изменения, связанные с целевым назначением финансирования по федеральному проекту безопасных качественных дорог. Есть приятная новость для всех жителей. Теперь мы сможем направлять финансирование федерального регионального бюджета на цели, связанные не только с ремонтом дорожного полотна, но и в ходе проведения таких ремонтных работ менять на новые бордюры, проводить создание ливневой канализации. Что очень актуально для нашего города. Избежать заноса АЧС на подворье вполне возможно, если ответственно относиться к содержанию свиней. Ведь гибель животных наступает в 100% случаев при заражении. Ну а средства профилактики и лечения этой высокозаразной инфекцией не существуют. Сложная ситуация по АЧС на территории Омской области была в 2017 году, когда летом в одном из личных подсобных хозяйств села Верблюжья Саргатского района выявили первый очаг. Всего в городе и в 13 муниципальных районах области было зарегистрировано 34 эпизоотических очага и 3 инфицированных объекта. Их выявили в личных подсобных фермерских хозяйствах граждан в исправительной колонии номер 8. Закон есть закон, поэтому в эпизоотических очагах и первой угрожаемой зоне в 115 населенных пунктах было очуждено и подвергнуто кремации 20,5 тысяч голов свиней. Только так можно победить вирус. Владельцам животных из областного бюджета выплатили компенсацию почти 170 миллионов рублей. Важно помнить, что покупка животных с рук без документов – большая опасность. А убой и реализацию мяса ни в коем случае нельзя проводить без разрешения и экспертизы. И, конечно же, не использовать для переработки мяса павших животных. Более 200 спортсменов сразились в Кубке области по фехтованию. В соревновании шпажистов отличились Павел Кельцев и Валерия Кущий. О состязании на саблях расскажет Владимир Истамин. Мобильная стойка, отличный контроль дистанции, молниеносные атаки. В споре саблистов засчитывается каждое точное касание. Все спортсмены разом прибавили в мастерстве подготовки атаки. Хорошо перемещались, сделали обманные движения, стремительно атаковали. Каждый фехтовальщик применял свои приемы и комбинации. Хорошую технику продемонстрировал Ростислав Демьяновский. Спортсмен увеличил глубину атаки, взрывался, атаковал в разные точки. Мне нравится, что я больше уверенно чувствую себя в атаке. У меня очень хорошо получаются опережения. И когда выхожу с линии начала, то удлиняюсь, то есть обманываю соперника и наношу удар. Виктория Пилипенко здорово действовала на контратаках. Спортсменка использовала свои ложные действия. Обозначала атаку, затем резко отступала, атаковала на движении соперниц. Завоевала призовую медаль соревнования. Хорошо, что на соревнования идут каждую неделю, так как у меня прибавляется мастерство по фехтованию. Сегодня у меня очень хорошо получился дислонный парад. Это когда вызываешь соперника двумя шагами вперед и делаешь два шага назад или более. А соперник проваливается и ты идешь в атаку. Свои фишки применили и более опытные спортсмены. Татьяна Федорова пыталась опережать соперниц в обоюдных атаках. Сегодня я фехтовала очень успешно. И у меня получились такие приемы, как быстрая атака, контратака. Контратака – это удар на встречу. Также у меня получалось опережение в обоюдных атаках. Это когда два соперника выходят и вместе друг друга бьют. Владислав Шпунов сделал акцент на применение приема парад-репост, активную защиту и контратаки. Задействовал интересный нюанс. Варьировал дистанцию между собой и соперником. Отлично использовал эту ситуацию. Я, получается, вытягиваю на себя соперника, делаю разрыв, потом сокращаю дистанцию. Он это видит, боится и начинает атаковать. На это я ему даю парад-репост. Увлекательные финалы. В споре мужчин Вячеслав Шпунов уступил один балл Максиму Олегбарову. В споре девушек отличилась Екатерина Евтушенко. В полуфинале спортсменка взяла верх над Викторией Пилипенко. В решающем поединке победила Елизавету Журавлеву. Следующий старт омских фехтовальщиков в декабре. Все сильнейшие спортсмены представят наш регион в Кубке России. Финальный турнир пройдет в Сочи. Владимир Устомин и Юрий Дорошенко. Антенна 7. Семь клубов из пяти регионов соревнуются в чемпионате Сибири и Урала по флорболу. Фаворит турнира – команда из Омска, Сибирь. А в важном матче за второе место сразились молодежная сборная нашего региона и команда ветерана из Нового Уренгоя. Слово Владимиру Устомину. Короткие и быстрые комбинации – броски с разных дистанций. Стартовый напор молодежной команды – плотная вязкая защита соперников. Цепкий прессинг, перехваты, выходы в контратаки – опасные броски. Новый натиск молодежной команды – стремительное перемещение Дмитрия Гончарова, коварный бросок Евгения Большакова, середина второго периода, отличная комбинация с умной передачей, возможность разыграть большинство. Подсказки тренера молодежной сборной Армана Каркумбаева, отличная игра вратаря команды ветераны Игоря Якубенко. Еще два мощных броска игроков молодежной команды в напряженное равновесие 0-0. Наш тренер посоветовал нам действовать за счет мобильности и скорости, из-за того, что мы маленькие, растягивать противников по всей поляне, и за счет этого создавать свободное пространство для броска. Третий период. Штурм молодежной команды. Бросок с разворота Дмитрия Гончарова, мощный щелчок Евгения Большакова и попытка добивания. 46-я минута матча и редкий для флорбола счет. Отличный момент у молодежной команды. Нарушения, розыгрыш большинства, хлесткие броски. Флорболисты из Нового Уренгоя выставили. Основное время матча завершилось ничью 0-0. Штрафные броски. Дмитрий Гончаров и Евгений Большаков реализовали свои попытки. У флорболистов из Нового Уренгоя неточный бросок и попадание в перекладину. Молодежная сборная Омской области выиграла матч по булитам 1-0. Это моя фишка. Подошел к вратарю, сделал обманное движение, бросил под перекладину, забил. Выиграли. Мощная игра главной команды нашего региона. Игроки клуба «Сибирь» сокрушили флорболистов Красноярского Енисея со счетом 15-2. Главные герои матча нападающие нашей команды Илья Евсин и Никита Маслаков. Оба форварда забили по пять мячей. Подошли к сопернику серьезно. У нас получалась комбинационная игра. Разыгрывали свои тактики, которые на тренировках отрабатывали. Где-то в индивидуальном мастерстве получалось обыграть соперника. Отдавали передачи хорошие на меня, контур выпады. Спасибо команде. Флорболисты из Красноярска сохранили шансы на призовые награды. На финише турнира гости сыграют с омской командой «Прогресс» и молодежной командой нашего региона. Проходит быстрый пас у нас, как мы и играли. Всегда на контратаках дружно обороняемся и на контратаках уходим. Один-два человека бегут, бросают. В принципе, я доволен. Воротарь молодой у нас наигрывается. Пару сейвов были замечательные. Большое флорбольное состязание продолжится в субботу. Соревнующиеся команды разыграют четыре путевки в финал чемпионата России. Владимир Истомин, Максим Баринов. Антенна 7. Таковы новости. Приятных выходных и до встречи. Имеется вместительная парковка. Дворец культуры Рубин приглашает всех амичей. Адрес улица 2-я Военная 2. По вопросам сотрудничества обращаться по телефону 8-913-142-62-26. И цель распродажа в Каскаде. С 22 по 25 ноября. Самая большая распродажа уходящего года в Каскаде. Подробности в магазинах Каскада. Каскаде. 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 Каскаде.